А следующее за «Б» буковка такая «В». Читаем «Ваверка», «Звядерка», «Навава». Вот так по художественным зарисовкам и подписям к ним изучают родной белорусский алфавит первые юные посетители выставки. Для каждой буквы подобрана не только специальная картинка, но и название, запечатлевшее типичные ошибки при употреблении выбранных слов. Этот интересный проект – творческая разработка молодого аршанского художника Павла Сидоровича. Эксклюзивную в своем роде инициативу уже успели оценить посетители выставочных залов – Могилева, Мстиславля, Минска. Наконец проект приехал в Брест. Его автор с удовольствием рассказывает о своих творческих решениях. Здесь используется будка, боты хлопчика и бассет для контрбаса по-русски. И вот таким образом является хлопчик, связующее звено между этими тремя символами, предметами. Вот так вот по такому принципу составлен весь проект «Литерознауство». «Литерознауство» – именно такое символичное название носит вернисаж талантливого художника, глядя на работы которого сложно даже представить, что увидел в себе творческую жилу молодой мастер чуть больше 10 лет назад. За долгие годы Павел Сидорович успел сменить десяток профессий и специальностей. Однако последнее время самым преданным и верным в своем выборе остался лишь живописи. Плакатная графика помогла ему выразить свое мироощущение жизни и подарить что-то новое белорусскому искусству, популяризировать которое и призывает автор. При создании данного проекта я использовал предметы, символы, которые начинаются на одну букву, между которыми является человечек с везущим звеном. Ну и таким образом составлял художественную композицию. Ну и чтобы это было более понятно, сделал такие вот пояснительные записочки. Было пересмотрено очень много литературы в интернете, вот именно словарей белорусских, там тоже много для себя интересного открыл, пока работал над этим проектом. Ну вот результат. Брест уже седьмой город, где выставляют проект. Кстати, подобные образовательно-поучительные картинки – не единственная инициатива, которую намерен осуществить Павел Сидорович в деле развития культуры и грамотности у юных белорусов. Уже в разработке русскоязычный алфавит, который, возможно, увидит свет совсем скоро. Автор уверен – разноплановость образования – необходимость времени, а потому даже в дороге не откладывает карандаш и блокнот. Возможно, и поездка в Брест подарит вдохновение и новое образовательное решение. Продолжение следует...